Здарова, Сони Бояре, в микрофон пердит для вас дядя Дэвид Джан. Пришло время для себя заварить горячий кофе и поразмышлять над тем, какие игры нам, владельцам консоли PlayStation. Компания Sony подарит по подписке PlayStation Plus за июнь месяц, текущего года, бесплатно, относительно бесплатно. Ну, мы же как бы платим за подписку, да? Хочу напомнить, что в прошлом мае месяце подписчики PS Plus получили две игры для PlayStation 4, выживалку на острове Stranded Deep и последнюю на данный момент часть шутера из серии Battlefield 5. Alright, guys, и тут я просто не могу не повыеживаться, ибо я гений. Угадал, короче, Battlefield 5 в майской раздаче PS Plus, и вот вам про уфы. Уже официально стало известно, что в этом году выйдет новый Battlefield. Который не будет называться Battlefield 6. Это будет перезапуск серии и игра нового поколения, которая с вероятностью в 99% не выйдет на постген консолях. И поэтому, дабы поощрить владельцев игровой консоли PS4, Sony совместно с DICE и Electronic Arts могли бы заключить договор о том, чтобы в PlayStation Plus за май месяц этого года игроки получили Battlefield 5. Ну и третью игру, которую раздали подписчикам PS Plus за май месяц, это Breakfast, только владельцам PlayStation 5. Ну а первая игра, которая откроет список собранных мною и горий, это Нокаут Сети. Нокаут Сети это совершенно новый проект от Electronic Arts. Это новый IP у электронных алкашей. Нокаут Сети буквально взорвала игровую индустрию тем, что это совершенно новый жанр. Игра выше баллы, которая не похожа ни на одну игру из всех, в которые ты играл. Релиз игры состоялся 21 мая 2021 года. И с выхода электрические алкаши заключили договор для того, чтобы сделать свою игру бесплатной на 10 дней. И опираясь на это, у меня почему-то есть чувство, что EA поступили так не даром. А для того, чтобы вообще понять, зайдет проект людям или нет, и готовы ли они будут купить эту игру по фул прайсу. А я напомню, для тех, кто возможно не знает, на эту игру не было предзаказа. И вот опираясь на все эти произошедшие события с игрой, я думаю, что у игры есть шанс попасть по фул прайсу. Нам уже раздавали все номерные части серии игры Uncharted. Uncharted 3 раздавали по PlayStation Plus. Uncharted 4 раздавали по PlayStation Plus. А вот целую трилогию, вернее коллекцию Дрейка, так и вовсе раздали по инициативе Play at Home. Но вот остался еще один анчик, который на сегодняшний день является последней частью в серии, дополняющая четвертую часть Uncharted. Рассказывая историю о двух девицах, но это не важно. А важно то, что данную игру обязаны раздать подписчикам PS Plus. И я не думаю, что компания Sony про эту игру забыла. Нет, компании просто нужно подобрать хороший момент. И как по мне, самый идеальный вариант это лето, июнь месяца. Мне будет тяжело сейчас отговорить, но я хочу Hellblade. Дайте мне Hellblade в июне по подписке. Все, мне пихуй, я хочу Hellblade. Пожалуйста. Старая добренькая Мафия 2. Эта игра не только завоевала сердца фанатов GTA, ибо по своему геймплею напоминала игрокам серии игр Grand Theft Auto. Но также, Мафия пришлась по вкусу и настоящим гейнгстом мафионзи. Игра получила теплые отзывы от добрых геймеров, а также критиков. За прекрасную историю, за атмосферу, да блин, за всю. От такой раздачи в плюсе за месяц июнь я бы точно не отказался. Ни одну игру от Ubisoft я еще не угадал в своих прогнозах. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Тихо, вы наверное подумали, что я в очередной раз решил впарить всем какую-то часть Assassin's Creed. Нет, спешу вас успокоить. Дамы и господа, это не Assassin's Creed. Встречается, Trial Rising. Лишь один аргумент встал от того, почему я решил добавить в эту игру свой прогноз PSG Plus за июнь месяц. Потому что в 2018 году, как раз таки тоже летом в июне месяце, нам раздали Trial Fusion. Одну из серии этих аркадных гоночных игр. Именно поэтому я считаю, что этой игре место в PSG Plus за конкретный для нас месяц. Говоря об игре, на самом деле это неплохая гоночная игра. Я играл в закрытую бета-версию этой игры и хочу сказать, что остался при положительных впечатлениях, что по итогу спровоцировало меня купить эту игру на старте. Ну и бонусная игра для владельцев только PS5 это Terminator Resistance. Не знаю почему, а и потому что я так захотел. Ну, в общем чекайте, 100 пудов дадут. Что ж, на этом я заканчиваю свое обещание. Спасибо вам за внимание, а лайки под это видео и подписки на мой канал я вас просить не буду. Если вам понравилось видео, то вы сами это сделаете. А я желаю вам хорошего отдыха на каникулах и личных благ. На этом мой прогноз закончен и я с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok